Всем привет, друзья! С вами Владимир Шемет и в этом видео мы разберемся, как получить электронный билет для того, чтобы вас спустили в Доминикану, если вы собираетесь на отдых в Доминикане. Значит, вам нужно попасть на этот сайт. Как попасть на этот сайт, где заполняется эта электронная форма? Друзья, ссылочка на этот сайт будет в описании к этому видео. Внизу под видео вы найдете эту ссылочку. Открываете описание и переходите по ссылке, которая будет в описании. Все будет подписано. Значит, вы попали на этот сайт. Тут он на испанском языке, но есть вариант русского языка. Переходим сразу на русский язык. Сейчас оно переключится. Все, переключилось. Тут вы видите надпись «Добро пожаловать на портал электронного проездного документа для въезда в Доминиканскую республику и выезда из нее». И внизу тут есть некоторая пошаговая инструкция, что вам нужно сделать. Значит, вам нужно переходить далее. То есть, нажимаете на кнопочку «Заявление на оформление электронного проездного документа». Нажали. Ждем, пока перейдет далее на следующую страничку. Кстати, удобнее всего, конечно же, делать это на компьютере. Я делаю это на компьютере, для примера. Можно делать на мобильном телефоне, но тут смотрите сами, как вам удобнее. Мне лично удобнее сделать на компьютере. Тут вы отмечаете, что вы не робот и нажимаете «Подать заявление». Вот кнопочка «Подать заявление». Переходим на следующий этап. Ждем, пока прогрузится. Прогрузилась. Итак, тут нам нужно внести общую информацию. Поля, отмеченные красной звездочкой, обязательные для заполнения. Адрес. Первое поле. Адрес постоянного проживания. Тут вы вводите, например, улицу. Ну, все это видео именно для примера. Поэтому введем условную улицу, но обязательно учтите, что вводить нужно все на... Латинскими буквами нужно, в общем, все прописывать. Допустим, напишем «Артема-1». Дальше. Страна проживания. Тут вы выбираете из выпадающего списка. Выбираете «Украину». Так, «Украина». Можно было бы, наверное, ввести. Ну, ладно, уже пошли листать. Покажем, как это все происходит, если вы будете листать. Вот, «Украина». Выбрали. Город. Ну, например, Киев. Не вводится. Почему-то не вводится. Нажмите здесь. Ага, вот. Вот так вот. Киев. Нажали. Город с таким не существует. Давайте попробуем. Киев. Так, вот оно ищет. Есть. Ну, почему-то Киев не находило, а Киев ищет. Выбрали Киев. Тут оно заполнилось автоматически. Почтовый индекс. Вы должны знать свой почтовый индекс. Ну, например, пускай там будет, я прикинул некоторые 02006. Вы вводите свой почтовый индекс. Останавливаетесь ли вы в других странах. То есть, вы пишите, ну, то есть, нет, оно стоит. Въезд в Доминиканскую республику. Выезд из Доминиканской. Вы выбираете сначала въезд. Если вы выберете выезд, то это уже пойдет заполнение на выезд. Но нам нужно сначала заполнить электронный билет на въезд. Нажимаем следующий шаг. Кстати, заполнять эту электронную форму, ну, рекомендуют как бы не позже, чем там за 72, ну, примерно там не раньше, чем за 72 часа. Так, значит, перешли на следующую страничку. Тут у нас миграционный контроль. Опять, поля, отмеченные красной звездочкой, обязательны для заполнения. Тут вы вводите имя. Вводите имя латинскими буквами, как у вас в загранпаспорте. Смотрите, вот для примера загранпаспорт Ткаченко Марьяна. Опять, я уже подготовил, набрал, чтобы это все ускорить. И просто копирую. И буду вставлять. Тут мы вводим имя. В следующее поле вводим фамилия. В следующее поле дата рождения. Ну, допустим, там 10-е. 10-е, 1991 год. Пол. Выберите пол. Выбираете, например, женский место рождения. Выбираете то, которое у вас реальное место рождения. То есть, не там, где у вас проживание, а именно место рождения. Допустим, проживаете вы в Украине, но место рождения у вас была Россия. Значит, тогда выбираете, например, Россия из выпадающего списка. Дальше. Гражданство. Вот. Родиться вы могли, конечно, где угодно. А, допустим, в данном примере, так как вылет из Украины, так как это граждане Украины, то вы выбираете, естественно, то гражданство, той страны, в которой вы являетесь гражданином. Ну, например, это Украина. Дальше. Серия номер паспорта. Ну, допустим, XX. И как в загранпаспорте. Загранпаспорте. Смотрите, где находится эта информация в загранпаспорте. Если кто-то не знает, вот она. Серия и номер загранпаспорта. То есть, то, что я и ввел. Подтвердите серию номер загранпаспорта. Опять вводите. Тоже самую серию номер. Гражданское состояние. Тут вы выбираете. Холл, замужем, там, совместное проживание. Ну, допустим, женат, замужем. Род занятий. Работник. Ну, тут вы выбираете то, что подходит вам. Допустим, тут есть различные, как бы, сферы. Сильно углубляться не будем. Само заняты. Являетесь ли вы лицом временно или постоянно проживающим в Доминиканской республике? Нет. Оставляете. Останавливаетесь ли вы в частном секторе, например, АРБНБ? Тут, в принципе, как бы, обычно все туристы едут в отель. Поэтому тут тоже мы оставляем нет. Вы останавливаетесь в отеле. Тут вы отмечаете да. Тут вам нужно выбрать отель, которым вы останавливаетесь. Ну, допустим, пускай это будет один из популярных отелей. Это исключительно для примера. Вы выбираете именно свой отель. Я, например, выберу из выпадающего списка. Можно попробовать вот так вот. Давайте вот Риу. Допустим, это будет Риу Репаблика. Выбрали. Аэропорт вылета. Тут вы выбираете, откуда вы вылетаете. Допустим, это Борисполь. Киев-Борисполь. Вы выбираете ваш аэропорт из выпадающего списка. Давайте попробуем ввести по Борисполь. Вот он. Киев-Борисполь. Выбрали. Номер рейса. Номер рейса у вас указан в билете. Ну, допустим, у нас это номер рейса. Кью-У-44-89. Можете скопировать, если у вас есть электронная версия билета. Если нет электронной версии билета, то вводите вручную. Дата перелета. То есть, ту дату, когда у вас должен быть вылет. Например, вылет 1 декабря. Вот вы ее выбрали в календарике. Аэропорт прибытия. Значит, в нашем случае это Ларомана. Вот. ЛРМ. Аэропорт Интернешнл Ларомана. Название авиакомпании. Тут вы выбираете Азур Эйр. Например, если вы летите Азуром. Если вы летите другой авиакомпанией, то выбираете название той авиакомпании, на которой вы летите. В нашем случае это Азур Эйр. Давайте попробуем ввести Азур. Вот. Значит, Азур Эйр Лимитед. Ну, в общем, компанией. Выбрали. Номер бронирования. Номер бронирования у вас будет в вашем ваучере. Ну, допустим, там 75, 76, 65, 4. Цель поездки. Выбираете вариант из выпадающего списка. Обычно это делают, заполняют эту всю формулу чаще всего туристы. Поэтому выбираем отдых турист. Срок пребывания. Количество дней. Вводите то количество дней, на которые вы едете на отдых в Доминикану. Дальше. Тут вводите ваш электронный адрес. Ну, допустим, я введу свой электронный адрес. Например, этот. Нажимаем следующий. Так, вы превысили максимальное. То есть, тут 6 чисел. 6 цифр должно быть. Все, теперь правильно. Следующий шаг. И переходим на страницу, которая называется таможенный контроль. Везете ли вы, там, либо члены вашей семьи, в общем, различные всякие, там, устройства, животных, там, облагаемые таможенными, пошлинами или налогами товары. В общем, тут вы сами отмечаете, как бы, что у вас есть или нет. Допустим, тут у туристов нет ничего такого, что нужно, там, отмечать, там, да. Тут обычно все отмечают, нет. Так, следующая страничка. Называется здравоохранение. И вам нужно тут отметить некоторые данные. Значит, первый вопрос, который нужно ответить. Страны, посещенные в течение последних 30 дней. Если вы, там, живете в Украине и на протяжении 30 дней, там, были, там, в Турции или в Египте. Ну, то есть, нужно нажать этот плюсик и выбрать те страны, в которых вы были. Например, туристы, туристка не была нигде, поэтому ничего не отмечаем. И следующий вопрос. Имеются признаки и симптомы заболеваний. Ну, тут обычно отмечают, никаких не было. Начало появления симптомов. Тоже ничего такого, как бы, не отмечаем. Значит, дальше указываем телефон. Наберем какой-то телефон. 3, там, 8, 0, 73, 0, 0, 34, 7, 8, 9. Ввели. Дата начала появления симптомов заболевания у туристов не было. Нажимаем подать заявление. Кто-нибудь помогал вам заполнять эту анкету? Ну, напишем, что нет. Принять условия. То есть, тут некоторые условия. Нажимаем ОК. Всё. Вот он. Сертификат. То есть, электронный билет с QR-кодом. Что делаем дальше? Нажимаем. Создать. То есть, тут вы видите, как бы, информация, которая заложенная в этом QR-коде. В общем, вся информация тут присутствует. Дальше вам нужно создать PDF. Нажимаем кнопочку «Создать PDF». И скачиваем этот документ. Я себе качаю на рабочий стол. Нажимаю «Сохранить». И теперь у меня этот документ есть на рабочем столе. Ищем этот документ. Значит, смотрите, вот он «Е-тикетс». Нажимаем на него. Двумя щелчками мыши. И вот он открывается. Это документ на въезд в Доминикану. Также нужно будет сделать еще один документ на выезд. Но, чтобы не делать это видео слишком длинным, разберем, как сделать документ на выезд из Доминиканы в другом видео. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях под этим видео. Либо, если вы можете поделиться полезной информацией, то тоже пишите в комментариях под этим видео. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч. Пока-пока.